Как вы считаете, что можно сказать о рынке? Как бы вы охарактеризовали рынок перевещенных слух на Украине, увидев это сторонними глазами? Какие-нибудь реплики из зала я хотел бы слышать. Это спросит конкурентов, так что я думаю, надо продолжать. Елена Компания-Логрус, редактор. Хотела, точнее, по поводу Одессы, почему такое скопление может быть. Так как это крупный порт, и там постоянно есть спрос, видимо, на услуги переводческие, то есть какие-то документы, портовые. Моряки, да? Паспорт моряка. Видимо, с вот этим точно должно, может быть. То есть речь о том, что моряки дальше улицы Лоджероновской не могут пройти в Одессу? Нет, ну это уже такой частный какой-то момент, но по поводу того, что их там так много, может быть, вот с этим связано. Ну да, может быть. То есть может быть, этому и есть какое-то логическое объяснение. Да, Ирина. Слышно, да? Меня зовут Ирина Голан, я завтра выступаю. Я собственник, я руководитель сети Бюро перевода в Крыму. Ну как бы 25 лет в следующем году будет моей организацией. То есть вот я знаю все как бы изнутри. Ну вы знаете, да, что с Крымом случилось в марте месяце там, да. Вот. И у нас, значит, сейчас массово меняют паспорта. Вы бы приехали в Симферополь и посмотрели, если мы возьмем отрезок 100 метров возле российского консульства, только ленивый не занимается переводами. Вот и от Ильи оказывают услуги по переводам. Это переводы, получается, с украинского языка на русский язык. То есть если первые 20 лет независимости украинный лингвист занимался переводами с русского на украинский, то теперь мы занимаемся переводами обратными. Здесь, получается, как бы я бы охарактеризовала специфику переводческого бизнеса. Нет законодательной базы. Любой человек… Ирина, я думаю, мы потом перейдем к этому вопросу. Да, это потом. Но смысл заключается вот в этом деле. То, что я бы назвала хаотичность бизнеса. Он очень хаотичен, не структурирован. Дикий рынок. И то, что вот Рената говорил в прошлом году, да, вот мне запомнились фразы. То есть бизнес получается, только 20% бизнеса принадлежит как бы компаниям крупным, а 80% – это пульверизатор как бы вот. Маленькие, много маленьких точечных. Да, да, я согласен. Ну давайте я продолжу, сейчас у меня будет самое интересное. В общем, что можно сказать? Все хаотично, но все только начинается. Что рынок находится на ранней стадии развития. Сейчас можно находить вот такие точки, как перевод документов в Крыму или перевод паспортов. В будущем все будет устаканиваться. Вы в самом...